Фёдор Васильев. Он востоковед, тренер по межкультурной коммуникации и ранее участвовал в организации фестиваля по продвижению иностранных культур в рамках культурно-образовательного центра «Этномир». И расскажет он нам о культурных различиях как источнике вдохновения. Пожалуйста, Фёдор. Вы знаете, когда я сегодня ехал сюда по метро, наблюдал такую картину. Ещё был не совсем час пик, то есть ещё не очень много людей, но, тем не менее, было довольно всё-таки много. И на одной из станций в вагон зашла женщина, и один из молодых людей, который смог с боем себе занять сидящее место, посмотрел на неё, встал и уступил ей место. Поднимите руки, кто бы поступил на его месте так же. Что ж, мне приятно видеть, что настолько воспитанных молодых людей сегодня присутствует. Я тоже, да, девушек, спасибо. И я тоже всё время стараюсь это делать, с почерпнувыми очертами стараюсь, далеко не всегда получается, когда усталость и утомлённость берут вверх. Но однажды, до этого моё стремление сыграло со мной злую шутку. Несколько лет назад я проходил обучение в Англии, и однажды ехал в ВУЗ, сидел, читал книжку в метро, и на одной из станций также зашла моя хорошая знакомая. Она ко мне подошла, мы начали разговаривать, и в какой-то момент я абсолютно как-то рефлекторно и необдуманно встал и сказал ей, мол, уступитесь. Честно вам скажу, я не был готов к тому, что последовало после этого. Потому что вместо того, чтобы сесть и продолжить со мной разговор, на протяжении где-то пяти-шести станций мне объясняли, что я неправ, что подобное поведение неприемлемо, что я её обидел, что подобные суждения и подобное поведение укореняют в сознаниях людей какие-то негативные мысли. Я, естественно, несколько удивился, потому что не это двигало мной, когда я уступал ей место, и мы пытались как-то друг другу объяснить, в итоге поругались и больше толком не общались после этого. Откуда появился этот конфликт, казалось бы, абсолютно на пустом месте? А появился он из-за того, что столкнулись две глубинные ценностные установки. С одной стороны, была ценностная установка, которая принята у нас, в России, что мужчина должен ухаживать за представителями прекрасного пола, держать им дверь, брать у них сумки тяжёлые, уступать место в метро. А с другой стороны, у нас оказалась ценностная установка, которая принята в странах Запада, в данном случае в Великобритании, которая гласит, что абсолютно все люди, независимо от их пола и расы, они всегда равны, поэтому подобное поведение неприемлемо. И вот получилось, что когда мы с ней сошлись в одной точке пространства, эти ценностные установки столкнулись с лбами. Но самое страшное в этой ситуации другое, что вместо того, чтобы оторвать взгляд от себя, то есть уйти от этноцентризма и посмотреть на другого человека, понять его, выслушать его, мы начали ругаться. То есть мы не стали развиваться, расширять свой кругозор, мы не стали другими, мы ещё хуже, мы остались с теми же. Но, к счастью, далеко не всегда такие взаимодействия окончаются такими негативными исходами. О подобной истории как раз успеха рассказал мне мой товарищ, который тоже жил в Великобритании и проходил там обучение. Он однажды подошёл ко мне и сказал, «Федь, знаешь, самое сложное, с чем я столкнулся, пока учился в Англии, это то, как в Англии преподаватели преподносят тебе критику». Я сначала не понял, что он имел в виду, и потом он мне объяснил. Он говорит, ну вот смотри, мы когда с тобой учились в России, нам преподаватели максимально прямо объясняли, что у нас есть какие-то проблемы. То есть, ну, вокруг да около не ходили, так довольно приболинейно. Я думаю, сейчас многие вспомнят свой опыт из ВУЗа, и, может быть, вспомнят пару таких смешных ситуаций, когда преподатели ещё, знаете, когда любят так припудрить как-то это дело и вставить какой-нибудь эпитет или красное словцо. Вот мне, например, говорили, «Фёдор, если вы будете так погано переводить, то я лично поеду на перрон, откуда вы будете уезжать в армию по маршовым платочкам». Ну, то есть, я точно понимал, что у меня какие-то проблемы, нужно поднажать в образовании. А в Англии, где живут леди и сайры, привыкли несколько по-другому выражать свои мысли. И первый раз вот мой товарищ, которого звали Антон, споткнулся об этом, когда ему задали написать первое эссе. У него была вообще паника. Он привык, что экзамены все должны быть устные, как это вообще что-то писать, анонимно задавать, ещё и эссе, что это вообще такое. Он, естественно, не будучи дураком, пошёл к преподавателю, чтобы узнать, что это вообще такое, как это писать. Он пришёл к преподавателю, рассказал свой план эссе, что он хотел написать, как он это хотел написать. И после того, как он закончил, услышал примерно такую фразу. «Антон, ваше эссе очень перспективно. Возможно, имело бы смысл добавить чуть побольше статистики. И если у вас останется время и желание, то добавьте точку зрения вот этих двух учёных». Так получилось, что замотался парень, не успел внести эти изменения, потому что это было сопряжено с большим количеством чтения и обновлением информации. Сдал, как планировал. И когда он получил оценку, которая оказалась несколько ниже, чем он рассчитывал, он расстроился. И в Англии вам выдают такие листочки, где написано, как вы могли бы улучшить свою работу. И он уже задним числом понял, что в этой графе было, собственно говоря, всё, что прозвучало после этого слова «возможно». То есть, опять же, произошло столкновение двух различных ценностей и стилей коммуникации. То есть, в культурологии это называется прямой и косвенный стиль общения. То есть, в нашем сценарии, в этом случае, прямым стилем общения был, представителем прямого стиля общения, был как раз мой друг и наши русские преподаватели, у которых во главе угла во время общения стоит донести информацию, донести её максимально полно, максимально прямо. С другой стороны, британские преподаватели, которые представители косвенного стиля общения, и они привыкли заботиться о чувствах собеседника. То есть, у них главное не донести информацию, а не задеть чувства собеседника. Отсюда и появляются вот такие вот окольные пути, очень длинные фразы, большое количество слов «возможно», «может быть», «следовало бы». И из-за того, что Антон был привычен к нашему русскому стилю общения, он вот это, возможно, воспринял как пожелание, а не как сигнал к действию. А представители косвенного стиля общения, они бы это восприняли как колокол в набат, что нужно что-то делать. Но надо сказать, что Антон учёл этот опыт, и в следующий раз, когда он пошёл к преподавателю, он записал абсолютно всё, что она сказала, каждое слово. И надо сказать, что в следующий раз он сдал эссей и был вторым в группе. То есть он приобрёл навык, он изменился, он стал более чуток не только к своему привычному стилю общения, но и к стилю общения других людей. Он стал другим, но другим со знаком плюс. Он расширил свой кругозор, приобрёл новые навыки. Как вы поняли, возможно, из первых двух примеров, вот эти культурные различия, которые заложены в нас, нашим культурным фоном, они порой приобретают совершенно неожиданную форму. И очень многие, я думаю, здесь понимают, что культурные различия несут свои отпечатки на том, что мы говорим, как мы себя ведём. Но задумываются ли когда-нибудь о том, что наши культурные различия также определяют, как мы молчим? То есть часто ли вы задумывались о том, насколько по-разному могут использоваться паузы в разговоре? То есть мы с вами, живя в России, привыкли к такой модели использования пауз в разговоре, когда мы говорим по очереди, мы не перебиваем друг друга, потому что перебивать это грубо. Паузы при этом небольшие. Тут учебники по культурологии обычно приводят здесь немцев, я думаю, вы меня поправите, если я ошибаюсь. Можно представить себе таких бизнесменов, которые сидят за столом переговоров, ведут разговор спокойно, без эмоций, паузы практически отсутствуют в разговоре, потому что время – деньги, нужно работать, но не перебивают друг друга, потому что это грубо, это никому не надо. Но это далеко не единственная модель использования пауз в разговоре. Скажем, если мы с вами мысленно перенесёмся в солнечную Испанию, Италию или в страны Латинской Америки, то можем заметить, что паузы в разговоре не особо присутствуют в принципе. То есть тут можно нарисовать образ, наверное, из сериалов или фильмов и игр, когда два болельщика футбольных обсуждают вчерашний матч. «Да куда он смотрел? Это же полный кошмар! Что ты всё? Что было правильно? Да нет, там же был офсайд! Да не было никакого офсайда!» То есть паузы вообще отсутствуют. Но в этих культурах самое главное, что перебить человека не считается зазорным. Напротив, в некоторых странах перебить человека значит проявить интерес к тому, что он говорит. То есть тут нужно посмотреть с разных сторон. Есть ещё одна, третья модель использования пауз, которая распространена в странах Азии, в основном в Китае, Японии и Корее. Она ближе к первому варианту, когда люди говорят по очереди, но паузы между говорящими могут достигать 70 секунд. Чтобы вы почувствовали, что это такое, сейчас прерву своё повествование на 7 секунд. Некомфортно, да? То есть вот сразу становится впечатление, что что-то не так. То есть как-то инстинктивно хочется эту паузу заполнить. Но если мы с вами задумываемся, почему люди так делают в этих странах, то этот негатив из нас внутри, он уйдёт. И делают люди в Китае, в частности, это потому, что одним из главных моментов в общении в стране типа Китая является непровоцирование конфликта. То есть люди в общении всеми силами стараются избегать конфликтных ситуаций. Поэтому они за тысячелетнюю свою историю выработали внутренний механизм, который позволяет им удостовериться, что, во-первых, человек договорил, чтобы его не перебить, и чтобы очень чётко взвесить, что вы сейчас скажете. Каждое слово имеет свою тяжесть. И чтобы не обидеть человека, оно очень подробно, эта мысль проворачивается при тем, как она оформляется в слова. Поэтому паузы затягиваются. То есть это как раз тот случай, когда нужно присмотреться к другому человеку, попробовать его понять, и тогда появятся перспективы. я думаю, для вас не станет таким суперновым и, скажем так, удивительным, то, что процесс глобализации присутствует в нашем мире уже довольно давно, и этот процесс набирает с каждым годом всё больше и больше обороты. Есть такая цифра, 250 миллионов человек на сегодняшний день проживают не в своей родной стране. Четверть миллиарда человек. И с каждым годом эта цифра увеличивается. То есть всё больше и больше людей приезжают жить в другие страны. Всё больше и больше людей работают в компаниях, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Всё больше и больше людей работают в компаниях, которые прошли процесс слияния с их иностранными коллегами. Всё больше и больше людей работают в дипломатических, гуманитарных и прочих миссиях по всему миру. Все больше и больше людей работают в научной сфере, в международных научных центрах, которые работают над проектами, которые изменяют всю нашу жизнь по всему миру. Все больше и больше молодых людей уезжают за рубеж получать образование, изучать языки, уезжают получать рабочий опыт в другие компании. То есть эта цифра постоянно увеличивается. То есть все больше и больше людей ежедневно сталкиваются с проблемами межкультурной коммуникации, с проблемами, которые заложены в процессе общения с иностранцами. Но самое главное, что нам нужно здесь сегодня с вами понять, что эти проблемы на самом деле не проблемы. Наши с вами культурные различия есть бесконечный источник вдохновения. Когда мы присматриваемся к другому человеку, когда мы замечаем эти маленькие нюансы, когда мы учимся их понимать, когда мы проецируем их на себя, когда мы понимаем другого человека, мы с вами становимся людьми, которые могут посмотреть на одну и ту же вещь совершенно с разных точек зрения. То есть когда мы понимаем культуру другого человека, получается такая ситуация, когда мы с вами можем примерить, если так можно выразиться, культурные линзы. То есть мы можем посмотреть на мир, как русский человек, посмотреть на мир, как китаец бы на него посмотрел, посмотреть на этот мир, как посмотрел бы на него немец, американец, голландец. У нас появляется возможность посмотреть на этот мир под десятками разных углов. И самое главное, что у нас с вами появляется бесконечный источник вдохновения, который мы можем использовать, чтобы находить оригинальные и интересные решения, казалось бы, тривиальных и абсолютно скучных каждодневных задач. Именно поэтому я призываю вас, общайтесь с представителями других культур, приглядывайтесь к ним, общайтесь с ними, узнавайте новое, изменяйтесь сами, развивайтесь, становитесь другими. Be different. Спасибо. Спасибо.